Некоторые люди уверены, что они непунктуальны, что они плохо используют время, что они неорганизованы. Но всему этому можно научиться, а можно и отучиться. Поворотной точкой для меня, когда я изучал тайм-менеджмент, я думал, что управление временем это навык, как вождение машины или использование компьютера, что им пользуешься время от времени. Я представлял тайм-менеджмент планетой, которая вращается вокруг моей жизни, то есть моя жизнь — Солнце, а управление временем — планета. А затем я понял, что тайм-менеджмент был Солнцем, а все в моей жизни было планетами. Это навсегда изменило все, что я думал о времени. Время и управление временем — это самый необходимый и важный ингредиент успеха. Мы говорим, что невозможно экономить время. Можно только тратить его, другим образом, на вещи с большей ценностью. Вы обладаете тем же запасом времени, что и все остальные люди во всем мире. У всех есть одни и те же 24 часа в сутки. Вся разница в том, как вы тратите свое время. Хорошая новость в том, что даже если вы до сих пор плохо использовали свое время, вы можете изменить это с завтрашнего дня. Вместо траты своего времени на действия низкой ценности, начать тратить его на высокооплачиваемые действия. Мы уже говорили о тех, кто сам сделал себя миллионером. Проводилось много исследований таких миллионеров с целью выяснить, как они используют свое время. И что удивительно, большинство сделавших себя миллионерами — просто обычные люди из семей со средним достатком или бедных семей. Иногда это эмигранты, у которых нет знания языка, нет друзей, нет образования. Они просто иначе используют свое время. Они тратят его на действия и задачи высокой ценности, а потому стоят намного больше других. И то, что вы повторяете снова и снова, вскоре входит в привычку. Вы можете быстро развить привычку к высокой производительности труда. Одна из тем, которые мы учим в психологии тайм-менеджмента, такова, чтобы стать хорошим тайм-менеджером, нужно начать думать о себе, как о хорошем тайм-менеджере. Говорить себе «Я хорошо управляю своим временем». Каждый час каждого дня. Начните говорить себе эти слова. Говорите «Я всегда пунктуален», «Я всегда готов», «Я хорошо управляю временем». А затем визуализируйте себя таким, каким станете, когда добьетесь эффективности. Или подумайте «Найдите рядом того, кто умеет быть эффективным». И представьте, что вы такой же, как этот человек. Как действуют эффективные люди? Они всегда приходят вовремя или заранее. Они всегда подготовлены. Их работа всегда сделана с опережением. Начните притворяться, что вы уже очень эффективны. Представьте, что кто-то ходит за вами с камерой. Камера постоянно направлена на вас. И от этого зависит, получите ли вы важную работу и высокий доход. Кто-то наблюдает за вами, следит за вашим навыком управления временем. И вы станете действовать совсем по-другому. Создайте мысленно такую идею, и вскоре вы начнете замечать, что перепрограммируете свой мозг на использование тайм-менеджмента. Ключевой момент тайм-менеджмента заключается в мультизадачности. Многие говорят, я делаю несколько задач одновременно. Но исследования доказали, нет такой вещи, как многозадачность. Невозможно заниматься всем сразу. Можно только переключиться с одного дела на другое. А когда вы переключаетесь, уровень вашей энергии падает. Вы начинаете с мысли о том, на чем остановились. А когда переключаетесь снова, уровень сил падает, и так перегорает ваша ментальная батарейка. Ученые выяснили, что если вы в течение дня переходите от одного дела к другому, вместо того, чтобы закончить одну задачу, ваш IQ падает на 10 пунктов. В течение дня вы становитесь глупее и глупее. А к вечеру вы уже совсем отупели. Вот почему некоторые приходят домой, и в ответ на вопрос, что ты хочешь на ужин, говорят, «Нет, не знаю». Номер пять – это то, что вы можете исключить. Это, пожалуй, главный из всех инструментов тайм-менеджмента. Вычеркните вещи, которые вам не важны, у которых совсем нет последствий. Они могут быть забавными, приятными, или в прошлом они могли бы быть для вас важными, но теперь они уже не важны. К примеру, удалите все имейлы, которые вам не важны. Отмените подписку и удалите их. Отмените подписки на журналы и книги, которые вы не читаете. Постоянно думайте о том, как можно упростить вашу жизнь, сокращая количество ежедневных дел, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно. Какова разница между успешными исполнителями и неуспешными? Успешные занимаются тем, что ведет за собой цепь потенциальных последствий. Неуспешный исполнитель занят тем, у чего нет последствий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!